Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft и сегодня у нас познавательный выпуск про то, как работает ГББ-пистолет, на что влияет температура и давление газа и почему не стоит заправлять маруевские пистолеты черным гардером. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Хочу пояснить, что все сказанное в этом ролике относится к ГББ-пистолетам, работающим на грингазе. Многие моменты, конечно, актуальны и для СО2-пистолетов, но у них есть свои особенности и речь все-таки сегодня не про них. Начнем с газа. Газ и в заправочном баллоне, и в магазине пистолета находится сразу в двух фракциях – газообразной и жидкой. Это нужно для того, чтобы закачать в баллон или магазин какое-то вменяемое количество газа. Поясню, если бы газ находился только в газообразной фракции, то магазина хватало бы буквально на пару выстрелов, потому как количество вещества на единицу объема у газообразной фракции в сравнении с жидкой крайне мало. Именно поэтому газообразную фазу под большим давлением сжимают, превращают в жидкость и закачивают в резервуар. Отсюда следует логичный вывод, что заправлять магазин нужно, держа баллон над магазином, чтобы жидкая фракция газа перелилась в магазин. Сжиженный газ имеет такую характеристику, как давление насыщенных паров. Оно свое для каждого газа и определяется свойствами вещества. Нам нужно знать, что давление паров газа зависит от температуры. Чем теплее, тем давление больше, чем холоднее, тем меньше. Когда температура опускается ниже точки кипения, газообразная фракция полностью переходит в жидкую и давление становится равным нулю. Это значит, что при температуре минус 42 градуса по Цельсию ваш грингаз-пистолет вообще никак не будет работать. Впрочем, при такой температуре это будет меньше из ваших проблем. Допустим, вы собираетесь пострелять не при минус 42 градусах по Цельсию, а при нормальных условиях с комнатной температурой плюс 20 градусов. Вы делаете выстрел и часть газообразной фракции переходит из магазина в газовую камеру пистолета. В этот момент в магазине образуется пониженное давление и температура кипения газа сдвигается. И так как точка кипения зависит от давления, жидкая фракция начинает кипеть и испаряться. Давление повышается, температура кипения снова сдвигается до исходной точки и наступает равновесие. И так каждый раз после выстрела. Еще один важный момент. Скорость, с которой восстанавливается давление, напрямую зависит от площади, с которой испаряется газ. Чем она больше, тем быстрее нарастает давление. Чтобы было понятнее, кипящая кастрюля в единицу времени сделает больше пара, чем кипящий стакан. А теперь сравните площадь поверхности в однорядном узком магазине, например, для Кольт 1911, в широком магазине для Хайкапы и непосредственно в баллоне, на который накручен шланг-переходник. Теперь вы знаете, почему любой Кольт 1911 так плохо работает при темповой стрельбе. И почему Хайкапа так хорошо держит выхлоп. А еще, почему любой пистолет, подключенный через шланг напрямую к баллону грингаза, держит стабильность выхлопа еще лучше. Помимо всего этого, значение имеет объем, который занимает газообразная фракция. Чем он больше, тем меньше падает общее давление в магазине при потере какой-то части газа при выстреле. И тем быстрее это давление восстанавливается. И, наконец, важным и неумолимым моментом является охлаждение поверхности в процессе перехода вещества между агрегатными состояниями. Например, когда ты в жаркий день выходишь мокрый из воды на воздух и сразу не вытираешься полотенцем, тебе очень быстро становится холодно. Это все из-за капель воды, которые при испарении забирают часть тепла тела. Чем жарче вокруг, тем быстрее они испаряются и тем тебе холоднее. В пистолетном магазине все то же самое. Когда жидкая фракция испаряется, она охлаждается и охлаждает все вокруг себя. В том числе корпус магазина. Именно поэтому после отстрела в высоком темпе магазин холодный. А как мы уже знаем, чем меньше температура, тем меньше давление и тем медленнее оно восстанавливается. Отсюда можно сделать грустный вывод, что несмотря на все ухищрения маркетологов, страйкбольный ГББ-пистолет или автомат никогда не будут выдавать такую же стабильность, как АЕК или ВВД. Теперь, когда вы знаете, почему хайкапа от Tokyo Marui лучший ГББ-пистолет на свете, перейдем непосредственно к тому, как он работает. Что происходит, когда вы нажимаете на спуск ГББ-пистолета? Давайте разбираться. Когда вы нажимаете на спуск, ударно-спусковой механизм ударяет по штоку выпускного клапана магазина. Шток двигается, приоткрывая отверстие в герметичном резервуаре. Газ под давлением стремится через это отверстие на волю и в своем стремлении пролетает мимо резинового колечка. Это колечко надето на клапан и в закрытом положении сжато между этим самым клапаном и корпусом магазина, не давая газу вырваться на волю. Запомните это колечко. Далее, газ вылетает из магазина в цилиндр газового двигателя-пистолета. Чтобы газ по дороге не разлетелся во все стороны, магазин плотно прилегает к газовому цилиндру вот этой резиновой деталью. Запомните эту деталь тоже. Итак, газ попал в газовый двигатель и далее через нозл устремляется в камеру хоп-апа и начинает толкать шарик. Шарик разгоняется по стволу, вылетает из ствола, газ вылетает за ним. Давление упало, блоубека не будет. На самом деле нет. Чтобы вышесказанное не произошло, внутри нозла установлен еще один клапан, так называемый Rocket Wolf. И когда давление газа в нозле достигает определенной величины, оно преодолевает жесткость пружины Rocket Wolf. Клапан движется и запирает дырку в нозле, разделяя стволик с газовым цилиндром. Самое интересное, что порция газа, которая улетит вместе с шаром, намного меньше, чем та, которая останется в цилиндре. Это, кстати, объясняет, почему пистолеты без блоубека в разы экономичнее, чем с блоубеком. И да, в Rocket Wolf тоже есть резиновое колечко. Оставшийся газ продолжает давить во все стороны. Путь в стволик ему закрыт. Разорвать к херам корпус цилиндра мешает прочность этого самого цилиндра. Вернуться обратно в магазин ему не дает давление газа в магазине и прочность перепускной резиновой прокладки. Поэтому газ делает то единственное, что ему осталось. Давит на поршень. Который внезапно находится внутри газового цилиндра с другой стороны от Нозла и Rocket Wolf. И который жестко закреплен затвором пистолета и у которого тоже есть резиновое уплотнение. Колечко или манжета не суть важно. Важно, что есть. Под давлением газа поршень и весь затвор начинают двигаться назад. Цилиндр остается на месте, поддерживая давление и главное увеличивая свой внутренний объем. Чем больше объем, тем меньше давление. Поэтому дойдя до крайней задней точки в цилиндре образуется максимальный объем. Давление газа падает ниже определенного значения и Rocket Wolf снова открывается. Корпус цилиндра с Нозлом под действием возвратной пружины летит к поршню. И ненужный уже газ высвистывает на волю через окно экстракции гильзы в затворе. После чего затвор со всем содержимым возвращается обратно вперед, захватывая новый шарик из магазина и досылая его в хопа. На откате слайд прожимает активатор и дисконнектор ударно-спускового механизма, а еще взводит пружину курка, отводя его в крайнее заднее положение. Именно на этом моменте закрывается выпускной клапан в магазине и прекращается подача газа в пистолет. Взвод курка отводит назад ударник, позволяя штоку клапана в магазине вернуться в исходное закрытое положение. А прожатый перед этим дисконнектор разобщает спусковую тягу и курок, не позволяя последнему сорваться вперед при уже нажатом спуске. Теперь пистолет готов к следующему выстрелу, а вы знаете устройство газового двигателя пистолета. Если разобраться, он в разы проще любого АЕГа. Тогда почему АЕГи в целом более живучи и надежны? Да потому что в газовых игрушках в разы больше мест, поломка которых нахрен рушит всю систему. Вспоминаем все резиновые колечки и уплотнители, которые я просил вас запомнить. Многие из этих резинок еще и подвижны и даже подвержены постоянному трению и резкому перепаду давлений. А еще есть куча пружинок, от правильного расчета усилия которых зависит, когда начнет двигаться та или иная деталь, и какой объем газа будет задействован в работе. В АЕГи резиновых уплотнителей в гирбоксе всего три, подвижных под нагрузкой из них одно. Пружин в пневмосистеме аж целых две, а энергию для работы обеспечивает вообще электрическая система, поэтому точек отказа там в несколько раз меньше, и именно поэтому АЕГ надежнее. Теперь, когда вы точно знаете, что делает газ в ГББ-системе, можно поговорить о давлении. Тут на самом деле все очень просто. Чем больше давление, тем больше пинок получают шар или газовый поршень. В случае шара это не сильно критично. При большем давлении Rocket Wolf просто закроется быстрее, отсечет меньшую порцию газа, а прирост выхлопа будет не сильно большой. А вот в случае с механизмом blowback до окончания рабочего цикла давление из него никуда не девается. Если, конечно, чрезмерное давление не порвет все уплотнители и газ не улетит в атмосферу. Поэтому при большем давлении механизм blowback и корпус пистолета получат более сильный пинок. В плохом варианте это может вылиться в более быстрый износ и в итоге поломку деталей. Для нормальной работы тут опять же нужен баланс. Только вдумайтесь, когда вы повышаете давление, вы незначительно увеличиваете выхлоп, но значительно увеличиваете нагрузку на механизм blowback и корпус пистолета. То есть давление должно быть не избыточным, а таким, чтобы его хватало на нормальную работу blowback. И для каждого пистолета есть какое-то определенное оптимальное значение. Вся эта информация нужна вам для того, чтобы вы понимали, как все это работает. И почему в каких-то случаях пистолет работает хорошо, в каких-то плохо, а в каких-то вообще ломается. Теперь давайте разберемся с газами. И будем это делать на примере линейки газов от российского производителя FL Airsoft. Во-первых, потому что у них в линейке есть несколько типов газов. Во-вторых, потому что производитель подогнал на несколько образцов. И в-третьих, потому что это рекламная интеграция. И да, вам нужно перейти по ссылке в описании. Всего в линейке газов FL Airsoft 4 типа газов. Обычный грин газ с обычным содержанием силиконовой смазки. Консервационный газ с повышенным содержанием силикона. Так называемый газ для IPC, это где смазки самый минимум. И газ специально для пистолетов от Tokyo Marui. Обычный грин газ состоит из пропана, высокой очистки и некоторого количества силиконовой смазки. На сайте производителя заявлено давление в 0,8 мегапаскалей, что соответствует примерно 120 PSI при окружающей температуре 20 градусов по Цельсию. Силиконовая смазка в составе нужна не для того, чтобы газ легче проскальзывал в системе пистолета, а для защиты резиновых уплотнителей от разрушения. Вы же помните, что в ГББ-пистолете большое количество различных резиновых колечек, прокладок и так далее. Так вот, знаете, под действием кислорода и воздуха резина постепенно разрушается, и в целостной структуре деталей появляются трещины и деформации. В итоге деталь теряет часть прочности или вовсе разрушается. И газ, вместо того, чтобы приводить в действие механизмы пистолета, выствистывает в разные стороны. Чтобы защитить резину от разрушения, ее нужно покрыть тонкой пленкой, что и делает силиконовая смазка в составе газа, оседая на уплотнителях при каждом выстреле. Обычный грингаз от FL подходит для большинства ГББ-пистолетов с металлическим слайдом. У него среднее давление, которого достаточно для надежной работы автоматики при нормальных условиях. FL IPC, как понятно из названия, предназначен для тех, кто стреляет Action Air IPC. Отличается пониженным содержанием силиконовой смазки, и по сути это почти полностью сухой пропан. Давление то же самое, 120 PSI при плюс 20 градусах. Зачем в газе IPC меньшее содержание смазки? Да все очень просто. У них просто гигантский настрел. И за одну тренировочную неделю они могут сделать несколько тысяч выстрелов. В сравнении, обычный стрейкбалист может и за год столько не настрелять. И если использовать обычный грингаз при таком большом объеме газа, который прогоняется через пистолет за такое короткое время, силиконовой смазки в пистолете остается мама-не горюй. В том числе и на резинке хоп-апа. А мы знаем, что для нормальной работы резинка хоп-апа должна быть сухой. Поэтому содержание силикона в этом газе было снижено. А что до всех остальных резинок, профессиональные стрелки, как правило, ухаживают за своим оружием. В отличие от стрейкбалистов. И после тренировки разобрать, почистить, смазать пистолет и прогнать через него пару обычных магазинов газа, чтобы смазать все уплотнители, это нормальное явление. А теперь скажите честно, как давно вы обслуживали свой ГББ-пистолет? Вот. Консервационный газ, наоборот, содержит повышенное количество силиконовой смазки. Нужно это для того, чтобы создать на всех резинках в пистолете толстый слой силикона. Например, для хранения. Чтобы через полгода лежания в шкафу, ваш пистолет все так же нормально стрелял и не выплевывал газ в разные стороны. Вторая функция – это ремонтная. Если какие-то резиновые уплотнения уже имеют микротрещины, то залив их кучей силикона, можно эти трещины заделать и частично восстановить целостность деталей. И магазин, который раньше травил, травить перестает. Но по-хорошему это временный костыль и минимально затратный способ заставить пистолет работать прямо сейчас. Потому что залив все силиконом, вы все равно изначальную целостность деталей не восстановите. И деталь все равно продолжит постепенно разрушаться, но просто медленнее. Поэтому окончательным решением может быть только замена всей детали на новую. И, наконец, специальный газ для пистолетов Tok Yamarui. А вот это уже не пропан, а технический фреон марки HPC-134A. Он отличается меньшим, чем у пропана давлением паров. Производитель указывает 0,6 мегапаскалей, что соответствует 87 PSI при температуре плюс 20 градусов. На первый взгляд кажется мало. Да и Yamarui вроде нормально работает на обычном грингазе и даже иногда выдерживает черный гардер. Но тут не все так просто. Как вы уже знаете, большая часть энергии газа уходит на толкание затвора назад. Чем сильнее газ толкнул затвор, тем сильнее удар, с которым он прилетит в рамку пистолета. Еще момент. Чем больше весит затвор, тем больше энергии нужно стронуть его с места. Преодолеть упругость возвратной пружины и довести цикл перезарядки до конца. У пистолета Tokyamaru слайд пластиковый и очень легкий. Чтобы стронуть его с места и обеспечить надежную работу автоматики, энергии требуется намного меньше, чем в случае с металлическим слайдом какого-нибудь VE, который заметно тяжелее. И поскольку японские инженеры это инженеры с большой буквы, они рассчитали всю работу газового двигателя под небольшое давление газа. Которого хватит для надежной работы автоматики и при этом не создаст излишней энергии для удара слайда. Соответственно, условное давление в 120 PSI на обычном газе примерно на треть больше, чем запланировано инженерами Marui. Соответственно, при использовании обычного газа пистолет работает в режиме перегрузки. Некоторые модели от Marui, особенно новые, справляются с этой перегрузкой, а у некоторых трескаются слайды и летят детали. И если вы хотите избежать риска поломки, можно использовать как раз-таки этот специальный газ. Опять же, в зависимости от температуры использования. Там, где тепло и жарко, можно взять газ для Marui. Там, где температура всего плюс 10, можно взять обычный газ или газ для IPC. И еще этот газ можно использовать с обычными пистолетами с металлическим слайдом, если вы играете в жару. Я думаю, те, кто играет в жарком климате и без меня знают, что на обычном пропане в плюс 35 ударник вообще может не пробить клапан от излишнего давления в магазине. А у газа для Marui давление меньше. На этом, пожалуй, все. Я думаю, вы и так получили немало полезной информации, которая позволит вам более осмысленно подходить к выбору пистолета и газа для него. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. С вами был Евгений Вич. До скорого! Продолжение следует...